Соблюдение ограничительных мер в связи с непростой эпидемиологической обстановкой – фактор, способствующий быстрому переходу республики ко второму этапу. В Новочебоксарске постоянно проводят рейды по проверке соблюдения мер безопасности. Сегодня мобильная группа администрации города совместно с представителями правоохранительных органов проинспектировала объекты розничной торговли. Универсам «Пятерочка», пекарню и аптеку по улице Винокурово, гипермаркет «Магнит» и салон красоты по улице Строителей. На каждой из этих точек группа проверила наличие журналов термометрии, их заполнение, соблюдение дистанции и обозначение разметок на полу. По правилам в торговых точках и в местах показания услуг должны быть коврики, пропитанные антисептическим раствором, а также специальные средства для обработки рук посетителей. Данное правило соблюдается во всех проверенных торговых объектах. В городе до особого распоряжения приостановлена деятельность объектов физической культуры и спорта. В ходе осмотра фитнес-центра по улице Строителей нарушений тоже не было выявлено. Будем продолжать эти рейды. Считаем, что это важная работа, нельзя ее ослаблять. Поскольку, если мы заметили, как только ослабишь рейды, вот один день, может быть, поменьше групп выйдет, то уже немножко расслабляются предприниматели. Но в основном они относятся тоже с пониманием. Мы предупреждаем их, что штрафы будут наложены как на граждан, так и на самих руководителей предприятий, на индивидуальных предпринимателей. Безусловно, им эти штрафы не нужны. Завтра состоится заседание оперативного штаба, который и примет решение о возможности перехода ко второму этапу снятия ограничений. Анастасия Миловидова, Николай Скворцов, Республика.